Привет, друзья! Смотрите, какая у меня замечательная шляпа. Досталась совершенно случайно. Но история сегодня не об этом. Мы сегодня поговорим немножко о Сиднее. Но здесь, наверное, ключевое слово немножко. Я пока монтировал все эти предыдущие выпуски, совершенно не посмотрел, что материал-то осталось не то, чтобы и очень много. И вот этот четвертый день в Сиднее, который сегодня будет освещаться, мы на самом деле провели его буквально до обеда, а потом уже было время улетать. Тем не менее, я решил не нарушать задуманное и собрать все это в отдельный ролик. Четыре дня получилось четыре ролика. Надеюсь, предыдущие вам понравились. Если не смотрели, я выведу ссылочки на экран и оставлю их в описании. Посмотрите. Не то, чтобы там как-то история поломается, если вы посмотрите это в произвольном порядке, но если посмотреть в хронологическом порядке, то можно как-то немножко тоже так попутешествовать и следовать, по крайней мере, тому же процессу логики и истории, которому следовал я. Ну да ладно. Для тех, кто впервые на этом канале, к слову сказать, меня зовут Сергей, и это канал о Австралии. Я здесь стараюсь освещать жизнь в Австралии, показывать какие-то интересности, рассказывать что-то с поездок, что-то о бытовых вопросах. В общем, если тема вам так или иначе интересна, рассмотрите вариант подписки. Ну а если ролик вам понравится, то поставьте, пожалуйста, лайк. Еще если вы комментарии оставите, ну это просто вообще будет какое-то чудо, YouTube обрадуется и начнет мой ролик продвигать, как никогда раньше. Сегодня мы отправимся на Manly Beach. Это пляж, замечательный, потрясающий, красотый пляж. Еще раз посмотрим на главную достопримечательность Sydney Opera House. На этот раз посмотрим его с другого ракурса. Надеюсь, будет красиво и интересно. Ну и в целом, очень надеюсь, что ролик вам понравится. Все, хватит болтать, приступаем к просмотру. А, кстати, еще пока не забыл, в перспективе я планирую все эти четыре выпуска собрать в один большой ролик о Sydney. Поэтому если в какой-то момент у меня выйдет длинный фильм о Sydney, то, скорее всего, это будет, собственно, то, что вы уже посмотрели. Поэтому если вы все четыре ролика уже смотрели, то там вряд ли будут какие-то новые кадры. Я, скорее всего, наоборот, вырежу все вот эти вот вступления, отступления. Но если найду какой-то материал, про который я запамятовал, то обязательно включу его и в новый ролик. В общем, посмотрим, пока это все на уровне задумки. Ну, не знаю, опять-таки оставьте в комментариях, интересно ли вам, если я запихаю вообще все это в один ролик. Особенно тем, кто смотрит, начиная с четвертого эпизода. Было бы интересно это посмотреть в формате, там получится побольше часа. Либо вот такие небольшие ролики, они заходят лучше. В общем, буду рад обратной связи и критике. Все, приятного просмотра. Погнали. Немножко прогуляемся по одному из... Недалеко от центра, но и не центральному району. Просто по одному из таких спальных районов. Очень напоминает, на самом деле, тот же Карлтон в Мельбурне или Фитцруй. Особенно, когда встречаются вот такие вот интересные, милые магазинчики. Вообще, в Сидне, конечно, очень интересен, очень разнообразен. Сегодня мы отправимся на один из пляжей Сиднея. Вот, кстати, смотрите, какая книжка интересная. Россия. Земля. Люди. Их судьбы. Это бесплатно раздают книги. Вообще, это Salvation Army. Вот так вот выглядит магазинчик. Salvation Army это достаточно такая в мировом масштабе известная организация. Армия спасения они называются у нас. Собирают в основном с пожертвованием. Все, что здесь продается, работают в основном волонтеры. Волонтеры. Ну и деньги как бы идут на благотворительность, по крайней мере, насколько об этом известно. Что на самом деле, я не знаю. Ну и вот так вот выглядит один из этих магазинчиков. Ну а мы продолжаем прогулку. Сейчас позавтракаем, потом отправляемся на пляж Мэнли. Ну и чтобы попасть на этот самый пляж, нам нужно взять паромчик. Вот так вот выглядит очередь. В общем, нарисовалась небольшая очередь. Расплатиться можно либо банковской карточкой, либо произведенным билетом, если таковой имеется. И давайте немножко понаслаждаемся видами с этого паромчика на пути в Мэнли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мэнли Бич – это один из самых известных пляжей в Сиднеи. Расположен на севере от центральной части города. Мэнли Бич является идеальным местом для отдыха солнечных ванн и активного времяпровождения. На самом деле лично мне Мэнли Бич понравился больше, чем Бондай Бич. Но Бондай он как-то вот имеет некий культовый статус. Мэнли он знаменит поменьше, хотя вот все мои там друзья, знакомые, с кем я общался в Мельбурне перед поездкой в Сидней, настоятельно рекомендовали посетить именно Мэнли пляж. Это отличное место для купания. Здесь очень много, конечно, серферов со всего мира. Можно встретиться с профессиональными серферами и взять, безусловно, уроки в одной из местных школ серфинга. Это в том числе и живописный район, который имеет развитую инфраструктуру с ресторанами, кафе, магазинами, что делает его отличным местом для проведения дня. Рекомендуется сюда, собственно, отправляться на паромчик. Сюда можно доехать на машине, скорее всего, еще и автобусы ходят, но это займет гораздо больше времени, по крайней мере, судя по тому, что я вижу. И чтобы опять-таки сюда добраться на этом самом пароме, нужно отправляться с циркула Куэй, это центральный порт Сиднея. И переправа представляет потрясающие виды еще и на оперный театр Сиднея и Сиднейскую гавань. Достаточно милый район, по крайней мере, первое впечатление создает очень-очень положительное. Сейчас мы заскочим в один из интересных местных магазинчиков. Это такой скандинавский магазинчик. Вот сразу нам попадаются в глаза финские товары с мумитролями. А насколько мы поняли, управляется магазин не финнами. Возможно, хозяйка из Голландии, но у нас немножко противоречивая информация поступила, мы запутались. Вот, ну такой симпатичный магазинчик. В общем, район живой, явно популярный, выглядит достаточно элитным. Здесь, я полагаю, в сезон огромное количество людей, которые приезжают отдыхать, купаться и просто проводить как-то время очень хорошо на прекрасном берегу. Ну, до пляжа мы сейчас с вами дойдем и полюбуемся. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...